Пресс-конференция на удаленке. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и россиян. Впервые общение со СМИ прошло в формате видеосвязи. Что президент говорил о Крыме? Если это не аннексия, а результаты голосования, тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое. Так же, как и претензии к России по поводу аннексии. Власти провели одно из последних в этом году совещаний о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму. Поощрения или претензии будут ожидать подрядчиков и должностных лиц в уходящем году. Меня убеждали, напоминаю, все время, что все нормально, подрядчик, все все успеют и так далее, коллеги. Сейчас начинают рассказывать сказки по поводу каких-то вещей. Вознаграждение за труд и креативность в администрации Симферополя состоялась церемония награждения победителей открытого международного конкурса на разработку концепции развития парка имени Юрия Гагарина. Требование было максимально придерживаться, не вносить глобальных изменений, учесть существующую градостроительную ситуацию и положение Гагаринского парка. В канун Нового года дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, получили собственное жилье. Глава крымской столицы Елена Проценко лично вручила 10 ключей от благоустроенных квартир. Это будут ваши квартиры, ваши дома. В них обязательно будет уютно, тепло. Внимание всех жителей не только нашей страны, но и зарубежных государств по меньшей мере последние несколько часов были прикованы к телеэкранам. Из подмосковной резиденции президента в Новоогорево Владимир Путин пообщался с представителями российских и иностранных СМИ, а также ответил на вопросы населения. 16-я пресс-конференция впервые прошла в формате видеосвязи. Несмотря на большое количество вопросов, не осталось без внимания тема водной проблемы Крыма. Использование опреснительных установок президент назвал дорогим удовольствием, которое может отразиться на тарифах. Несмотря на это, по словам Владимира Путина, на решении вопроса государство экономить не будет. И озвучил идею добычи воды из-под Азовского моря. Для Крыма еще может быть одна новация. Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей. Вот все это в совокупности отдает мне основание сказать, что проблему мы решим, средства соответствующие выделяются. Здесь без всяких сомнений экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь. Не обошли стороной Крым и иностранные журналисты, в очередной раз употребив термин «аннексия». На это президент призвал Запад оставить жителей республики в покое и признать воле изъявления народа в 2014 году. Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. За что вы вводите против них санкции? Если это аннексия, то они не виноваты ни в чем. За что же их наказывать? А если это не аннексия, а результат их голосования, тогда надо признать, что это демократия и оставить их в покое. Так же, как и претензии к России по поводу аннексии. Ключевой темой пресс-конференции ожидаема стала эпидемия коронавирусной инфекции и российская вакцина. По словам президента, сам он еще не вакцинировался, но планирует это сделать. Владимир Путин отметил, что массовая вакцинация от коронавируса в России необходима. Именно она должна создать общенациональный иммунитет. И подчеркнул, что российская вакцина не только эффективна, но и безопасна. Несмотря на это, для ее производства в стране пока не хватает мощностей. При этом открытие мощностей по производству препаратов в других странах не нанесет ущерба массовой вакцинации в России. По поводу сотрудничества с другими странами. Именно в силу того, что нам требуется время для того, чтобы нарастить именно технологические возможности наших предприятий по производству самой вакцины, нам ничего не мешает сами компоненты этой вакцины, а ее у нас достаточно, производить на площадках в иностранных государствах, в зарубежных государствах, которые должны будут вкладывать свои деньги в расширение этих производств и в покупку соответствующего оборудования. Вот о чем идет речь. Это никак не мешает вакцинации населения в Российской Федерации. Пандемия внесла свои коррективы и в процесс образования. Школы страны весной были вынуждены перейти на дистанционное обучение. В части учебных заведений такой режим получения знаний продолжается до сих пор. Для комфортного обучения, по словам президента, уже в следующем году все школы будут подключены к скоростному интернету, ответил Владимир Путин и на вопрос возврата индексации пенсий. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть, 4% с небольшим, 4,1%. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. В завершении пресс-конференции Владимир Путин пообещал новогодний подарок семьям с детьми до 7 лет включительно. Им будет выплачено по 5 тысяч рублей. Решение было принято, чтобы хоть как-то компенсировать отмену детских новогодних мероприятий. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. За минувшие сутки Минздрав Крыма зарегистрировал 351 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. У 275 человек диагноз подтвердился при обращении за медицинской помощью, 76 оказались контактными, скончались 8 человек. На амбулаторном лечении продолжают находиться 2744 пациента. На стационарном почти 3000 человек и 40 в обсерваторах. За весь период пандемии выздоровели более 15,5 тысяч пациентов. За последние сутки из медучреждений выписаны 493 человека. Общая статистика заболеваний COVID-19 зафиксировала в республике 20 339 случаев. Летальных исходов за весь период – 400. На предпоследнем в этом году совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике власти прокомментировали готовность объектов. На 95% выполнен спорткомплекс в селе Мирное Симферопольского района. Осталось завершить работы по обеспечению вентиляции в здании и 21 декабря заказчик сможет принять полностью готовый объект. Менее своевременным оказался подрядчик, который выполняет благоустройство в сквере между гостиницей Москва и центральной автостанцией. Все работы должны были выполнить несколькими днями ранее. По итогу принимать объект будут после 21 декабря. Похожая ситуация обстоит и с благоустройством площади перед Дворцом культуры профсоюзов. Глава республики решительно настроен принимать меры за недобросовестную работу подрядчиков. Меня убеждали, напоминаю, все время, что все нормально, подрядчик, все все успеют и так далее, коллеги. Сейчас начинают рассказывать сказки по поводу каких-то вещей. Тем не менее, в выходные дни я был на объекте, то есть проезжая, то есть как бы мимо регулярно вижу. Могу сказать, там без 15.05 уже вечером там никого нет. Все подрядчики, надурившие, надурившие, в данном случае органы государственной власти и крымчан, должны быть в черном списке. Мало того, должны отследить в каждом ведомстве учредителей, с тем, чтобы не одна компания с этими учредителями, в данном случае не попала больше никогда на выполнение государственных подрядов на территории Республики Крым. Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополя выполнена на 66%. Подрядной организации осталось забетонировать 150 метров и выполнить четыре рулежные дорожки. Длина полосы составляет более трех километров, и в сентябре 2021 года она будет готова к вводу в эксплуатацию. Строительство командно-диспетчерского пункта уже на начальном этапе велось с отставанием. Дело дошло вплоть до расторжения контракта, однако подрядчик исправился, ускорил темпы работ и догнал по срокам. Будет ли он и дальше работать на объекте, неизвестно, пока Росавиация не дала разрешения на возобновление контракта. Нарекания возникли и к подрядчику строительства охраны инфраструктуры аэропорта. С ним также может прекратиться сотрудничество за невыполнение договоренностей. К этому времени должны были быть построены четыре КПП, патрульная дорога 7 километров из 13, 3-митровое ограждение 15 километров из 27. Физически выполнены только 13,9 километров ограждения, фактически по всем остальным работам МУБИ. Значит, мы, соответственно, ведем сейчас претензионную работу. На 15 миллионов выставили им претензии. Если так дальше будет продолжать подрядчик, соответственно, в начале года будем расторгаться с данной подрядной организацией. Власти коротко обсудили текущее положение объектов. Более подробно о каждом речь пойдет на последнем в этом году совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов, которое состоится 29 декабря. Сергей Аксенов заявляет, что в этот день будут подведены все итоги, а также отметят лучшие и худшие по проведенным работам регионы, министерства и ведомства. Ельвина Зарипова, Служба новостей и ТВ. Полиция Крыма задержала наркоделера с крупной партией запрещенных веществ. При досмотре автомобиля сотрудники ДПС обнаружили у мужчины несколько полимерных свертков, а также своеобразные цветные шарики с порошкообразным веществом внутри. Сам задержанный находился в нетрезвом состоянии и сообщил, что среди обнаруженных веществ – героин. На всех упаковках был указан вес в граммах. Сотрудники полиции изъяли 94 свертка общей массой около 200 граммов, что по закону является крупным весом. После этого правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и обнаружили такую же крупную партию наркотиков. Задержанный признался, что планировал распространять все вещества с целью подзаработать. В отношении наркоделера возбуждено уголовное дело. Часть изъятого направлена в экспертно-криминалистический центр МВД Республики Крым на исследование. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание, которое может последовать за такое преступление – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В настоящее время уголовное дело расследуется в установленном порядке. Остальные изъятые вещества сейчас проходят экспертную оценку. Суд вынес приговор жителю Джанкойского района за пьяное ДТП летом текущего года, в котором погиб ребенок и еще двое детей пострадали, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Крыму. Следователями судом установлено, что вечером 13 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался по одной из улиц села Новосельцево Джанкойского района. Водитель не справился с управлением и наехал на троих детей, которые играли возле дома. В результате наезда 4-летняя девочка скончалась на месте трагедии. 10-летняя и 2-летняя девочки были доставлены в больницу с гематомами и ссадинами. Водитель свою вину признал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также сроком на 3 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Симферопольский парк имени Юрия Гагарина официально приобрел лицо. Открытый международный конкурс на разработку концепции развития парка подошел к концу и нашел своих победителей. 16 декабря в администрации Крымской столицы состоялась церемония награждения. Поблагодарить участников за проделанную работу собрались представители правительства республики и столицы. Хочу в первую очередь подчеркнуть высокую ценность для города Симферополя в проведении архитектурного конкурса, выразить слова благодарности Совету министров республики Крым за инициативу и организацию конкурса, выразить слова благодарности Союзу архитекторов республики Крым за проведение этого конкурса. И, конечно, спасибо большое участникам за работу, за результаты и за приложенные усилия. На участие в конкурсе поступило аж 40 проектов по концепции парка. Победителем стало творческое объединение крымских архитекторов, мастерских и научных сотрудников Крымского федерального университета. Еще одно призовое место занял коллектив из Санкт-Петербурга. Все предоставленные проекты оценивались по ряду критериев. При этом основной задачей стало сохранение зеленой территории. Основное требование было максимально придерживаться, не вносить глобальных изменений, учесть существующую градостроительную ситуацию и положение Гагаринского парка в жизни города и республики Крым. И разработать функциональное зонирование, сформировать стратегию развития парка с учетом всех недостающих в нем элементов, для того, чтобы население, горожане и гости могли максимально реализовать свои права, потребности и желания в рамках эксплуатации парка. Общий призовой фонд конкурса составил круглую сумму – 1 миллион рублей. Концепция победителей конкурса ляжет в основу проекта, который будет создан творческой группой в течение следующих шести месяцев. После экспертизы и обсуждений проект реализуют. К масштабной реконструкции парка планируют приступить в конце 2021 года. По планам стоимость всех работ не превысит 700 миллионов рублей. Власти республики рассчитывают, что в результате преображения Гагаринский парк можно будет с гордостью называть визитной карточкой Симферополя. Татьяна Ополева, Служба новостей и ТВ. В стенах администрации Симферополя прошло знаменательное событие. В канун Нового года дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, получили собственное жилье. Глава крымской столицы Елена Проценко лично вручила сиротам 10 ключей от благоустроенных квартир. На сегодняшний день на жилье заключен договор найма о помещении специализированного жилого фонда. Через пять лет договор будет расторгнут, и люди смогут официально приватизировать свои квартиры. Стоит отметить, всего на 2020 год из бюджета республики на жилье сиротам было выделено более 93 миллионов рублей. В канун Нового года очень приятно вручить вам, ребята, ключи от ваших квартир. Это будут ваши квартиры, ваши дома. В них обязательно будет уютно, тепло. И очень хочется, чтобы вместе с вами в эти квартиры вошло добро и счастье. И пусть в жизни все получится. Редактор субтитров А.Семкин